МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «Тема дня» в студии Екатерина Иваненко. Смотрите в нашем выпуске. В городе Кемерове проходит судебное слушание по делу о трагедии на шахте Распадская. 25 лет назад состоялся референдум о сохранении СССР. Почему руководство страны проигнорировало мнение народа? Запасы нефти в России могут быть исчерпаны через 28 лет, заявили в Министерстве природных ресурсов. За последние пять лет в России произошли 50 аварий на шахтах. Об этом заявили в Следственном комитете Российской Федерации. В ведомстве считают, что этот показатель говорит о необходимости изменения подхода к организации труда на подземных угольных объектах. Тем временем в здании Дворца культуры в городе Кемерове проходит судебное слушание по делу о трагедии на шахте Распадская. Напомним, почти шесть лет назад в результате серии взрывов природного газа на объекте погиб 91 человек. 133 получили травмы различной степени тяжести. По версии следствия, авария произошла по причине халатности руководства шахты. С целью получения большей прибыли нормы добычи были увеличены. При этом не соблюдалась элементарная техника безопасности. Проектным институтом было разработано проектное решение, позволявшее добывать 8 тысяч тонн угля на один участок. То такая нагрузка являлась безопасной. Между тем, Волков, Рыжов, Вальц, Дружинин разработали собственную проектную документацию в охоту правил безопасности, в нарушениях, позволявшую достигать нагрузки в размере 21,5 тысяч тонн. Во время спасательной операции на шахте Распадская было принято решение затопить ее отдельные участки из-за пожара. После трагедии на шахте Северная ее тоже затопили. Возможно ли было спасти горняков в этих случаях, вопрос открытый. В свое время в Чили доказали, что ради спасения человеческой жизни можно заплатить любую цену и направить на это все имеющиеся ресурсы. 5 августа 2010 года на шахте в Сан-Хосе произошел обвал породы. 33 горняка оказались замурованными на глубине около 650 метров. Людям пришлось находиться под землей в течение 69 дней. Изначально спасатели пытались проникнуть внутрь по вентиляционным шахтам, но они тоже оказались заваленными. Пришлось бурить вертикальные скважины в надежде найти выживших. Поиски увенчались успехом. 22 августа спасатели подняли бур с запиской от горняков. Ее зачитал лично президент Чили Себастьян Пеньера. Был разработан план спасения. Операция началась 12 октября. Все 33 горняка были подняты из шахты менее чем за сутки. Их встречали родственники, а также лично президент Чили. Спасение шахтеров обошлось в стране в 22 миллиона долларов. Ровно 25 лет назад состоялся всесоюзный референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик. Это было первое и последнее в своем роде мероприятие таких масштабов за почти 70 лет существования СССР. В голосовании приняли участие 148,5 миллионов человек из 9 союзных республик. За сохранение Союза проголосовали более 76% избирателей. Как и почему люди голосовали четверть века назад, и как проголосовали бы сегодня, мы спросили у россиян. Конечно, за сохранение СССР. А вы считаете, лучше стала ситуация в стране с тех пор или хуже после референдума? Во много хуже. Я то, что был в СССР. За сохранение, да, вы голосовали? Да, конечно. А вот сейчас, как сказать, лучше стало хуже после референдума? Ну, как сказать. Конечно, хуже. Хочется со всеми дружить. Ну, я, конечно, ответила вернуть, потому что для простых людей сейчас очень тяжело, все хуже и хуже. Как бы я сейчас бы проголосовал, я бы за великую, большую страну, за Советский Союз это однозначно. На месте той власти я бы не стала игнорировать воли изъявления народа, и, безусловно, проголосовала бы за. Тем временем, на полуострове Крым, несмотря на запрет местных властей, состоялась памятная акция в честь 25-й годовщины Всесоюзного референдума. Коммунисты и сторонники КПРФ провели шествие в Симферополе и возложили цветы к памятнику Владимира Ленина. Мы хотим напомнить о том, что мы по-прежнему считаем своей родиной Союз Советских Социалистических Республик. Мы хотим напомнить о том, что мы по-прежнему верим в то, что придет время, и великое государство будет воссоздано. К теме референдума о сохранении СССР мы вернемся буквально через пару минут. А пока к другим новостям. Вывод основных сил российской военной группировки из Сирии завершится в течение двух-трех дней. Об этом заявил главнокомандующий воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев. Точное количество самолетов, вернувшихся на родину, Бондарев не уточнил. Коротко о других новостях в стране. Дефицит федерального бюджета России в 2016 году может достичь 5,5% от ВВП. Такое мнение высказал экс-министр финансов Алексей Кудрин. Кроме того, он отметил, что возможностей для проведения дополнительной индексации пенсии становится все меньше. Правительство России поддержало законопроект о правилах взаимодействия с коллекторами. Документ предписывает им не общаться с должниками лично более одного раза в неделю. Звонить сборщики долгов могут не чаще двух раз в неделю. Запасы нефти в России могут быть исчерпаны через 28 лет. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Тонской. По мнению главы Минприроды, если ситуация не изменится, то нефтедобыча начнет снижаться уже к 2020 году. По данным опросов ЦИОМ, 95% жителей страны по-прежнему поддерживают присоединение Крыма Российской Федерации. Участники опроса считают, что вернув полуостров, Россия доказала, что может отстаивать свои национальные интересы. Вернемся к главной теме нашего выпуска. Большинство граждан России, согласно данным социологических опросов, сейчас бы проголосовали за сохранение Советского Союза. Ровно 25 лет назад мнение народа не было услышано. Судьбу сильной многонациональной страны определила действующая власть. Как и заменилась жизнь простых людей после распада СССР, расскажет Марина Крохмаль. Свадьба наша. Мы поженились в Дербушах. Из родного города в Тюменской области Геннадий и Лариса Лыхины переехали в Надым спустя три года после свадьбы, в 1983-м, чтобы заработать. Он электромонтажник, она бухгалтер. Говорят, это было то время, когда на работу в «Газпром» можно было устроиться без протеже. Полгода пожили, дали одну комнату, квартиру нам. Зарплата хорошая была, устраивала. В отпуска каждый год ездили на юг, так что устраивались. Люди копили денежки. У людей были по сотне тысяч советских рублей денег. Мы и то накопили за короткое время, тысячи на 30-40. Алексей Контурев из Челябинска стал отцом, будучи гражданином уже новой России. Чтобы вырастить и воспитать троих несовершеннолетних детей, они с женой работают на износ. Денег с трудом хватает даже на еду. По словам Алексея, найти хорошую работу в Челябинске проблематично. На ежемесячное государственное пособие 200 рублей в месяц на ребенка, как говорится, тоже не разгуляешься. Живут Контуревы в квартире родителей, которую в советские годы им бесплатно дало государство. Только жить с каждым годом все страшнее. Дом 43-го года постройки требует уже не ремонта, а сноса. О переселении семья пока даже не мечтает. В Челябинской области более половины жилого фонда – ветхие и аварийные дома. По полу ходить лучше осторожно, можно провалиться на первый этаж. Сегодня Россия протестует. Дорогостоящие услуги ЖКХ становятся многим не по карману. Людей в буквальном смысле выживают из собственных квартир высокими налогами на недвижимость. Безработица, инфляция и крошечные дотации государства породили более 25 миллионов бедных. Кругом сплошной капитализм. В советское время такое невозможно было представить. Доступная медицина, образование, жилье, низкие цены на продукты для людей считались делом обыденным. То, что могут перекрыть кислород, никто ожидать не мог. День референдума сегодня помнят. И, как и 25 лет назад, голосуют за сохранение Союза. Как вы проголосовали? За Советский Союз. За единую страну, которая могла бы еще развиваться, но которую вот так вот варварски разрушили. Я ездил по всей стране. Никто, никого, никогда по национальному признаку не обидел. Только за империю. Только за СССР. Ну, я думаю, что мы бы сейчас были ведущей экономической державой в стране. Как минимум, мне хуже, чем Китай. 25 лет назад, во время референдума, советские люди понимали – бороться с трудностями лучше вместе, в большой и сильной державе. В некоторых республиках за сохранение Союза люди голосовали, рискуя жизнью. В Молдавии, Армении, Грузии, Латвии, Литве и Эстонии референдум не проводился. Чтобы отдать свой голос за Союз, люди шли на участки, организованные с Советской Армией. Мы сейчас являемся свидетелями кризисных явлений в целом ряде стран мира. Но никто не ставит вопрос о том, что эти страны должны прекратить свое существование. Преодолевают самый тяжелый кризис. Мало кто тогда осознавал, под вопросом было не просто сохранение Советского Союза, а сохранение русской цивилизации. С ее образом жизни и культурой. При капитализме господство – это большой капитал, у нас его нет. Значит, мы упадем в экономическое, это мои слова, в 80-х. Россия перешла на речные социализмы не случайно в 17-м году. Потому что Россия постепенно превращалась в полуколонию. Опомниться после распада СССР не удалось до сих пор. Рынок так и не смог стабилизировать экономику. Жить порознь для России и других бывших союзных республик сегодня не просто невыгодно, но и опасно. Взаимоотношения в рамках СНГ ослабляются с каждым годом. Опасность точки военно-спортигической. Запад продвигает свои базы к нашим границам. Постоянно. Постоянно. Если они побили Югославию, неужели вы думаете, что они остались перед побежкой Россией? Помимо прочего, советский период создал уникального человека. Как тогда говорили, новую историческую общность людей – советский народ. И с этим достижением согласны даже наши самые заклятые партнеры. Именно этот народ построил великую державу. За эту силу и мощь 25 лет назад и голосовали советские люди. Только оказалось, что Единый Советский Союз, да и сегодняшняя урезанная Россия, не в интересах мирового капитала. Марина Крохмаль, Сергей Каверин, Андрей Аножкин, Красная линия. За что голосовали люди, когда высказывались за сохранение СССР? Почему 25 лет назад руководители страны не услышали мнения народа? И почему граждане современной России тоже проголосовали бы за сохранение Советского Союза? Об этом мы расскажем в нашем следующем выпуске. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.